Методы традиционной восточной медицины сегодня известны во всех уголках мира. Приёмы поражают своей эффективностью и предназначены для профилактики и лечения большого спектра заболеваний. Например, китайский массаж очень удачно сочетает в себе большое количество техник, которые пришли в наше время ещё до нашей эры. Китайский массаж очень сильно отличается от привычного нам лечебного. И об основных постулатах массажа нам рассказывают рукописи, датируемые ещё третьим тысячелетием до нашей эры. Восточные медики утверждают, что мир существует благодаря внутренней энергии. Человек – частица Вселенной и живёт благодаря энергии ЦИ, которые наполнены все клетки и все органы. Средством передвижения крови являются сосуды. Энергия ЦИ движется по меридианам, которые нельзя видеть, их надо чувствовать. Принципы лечения меридианов китайцы описали более тысячи лет назад. Только знание знаков снижения и повышения в них энергии в конечном итоге даст положительный результат. Болезнь возникает при сбое движения внутренней энергии, когда возникают так называемые блоки. Путём надавливания или иглоукалывания происходит разблокирование меридиана, восстановление свободного течения энергии ЦИ. Болезнь входит. Китайский массаж – не только лечебная, но и общеукрепляющая оздоровительная процедура. Проще говоря, после восточных процедур восстанавливается и тело, и дух. А это крайне необходимо современному человеку. Сегодня популярность китайского массажа сложно переоценить. Обучение древним методам китайских мастеров проходят специалисты из разных стран мира. Бесценный опыт, накопленный тысячелетиями практики китайского массажа, помогает и в наши дни пациентам приобрести гармонию и здоровье. Сегодня мы посетим медицинский центр Чайншо, где нам расскажут всё о секретах китайского массажа. В Древнем Китае считали, что массаж – лечение всех болезней. Согласно китайским верованиям, на теле человека расположено около 7 тысяч биологически активных точек, которые напрямую влияют на все органы. В Центре китайской медицины Чайншо, что, кстати, в переводе с китайского означает «долголетие», пациентам предлагают три вида массажа – лечебный, расслабляющий и массаж для красоты. Необходимая процедура перед любым видом массажа – диагностика и осмотр пациента. Там он осмотрит всё ваше тело, прощупывает пульс, посмотрит состояние вашего лица, кожи, глаз. По таким нюансам он сможет вам порекомендовать процедуры, которые конкретно вам нужны. Либо это будет массаж, либо это будет иглоукалывание. Какие у вас есть виды лечебного именно массажа? У нас есть лечебный классический китайский массаж, называется Туйна. Там идёт проработка шейно-воротниковой зоны, грудной отдел, поясничный отдел и задняя поверхность ног. Прорабатывается это всё точно по меридианам нашего тела. Этот массаж в целом для улучшения кровообращения, для убирания застоев в наших мышцах. Ещё один признанный метод терапии сегодня – акупунктура или иглоукалывание. Его суть сводится к воздействию тонкими иглами на определённые биологически активные точки на теле человека. Иглоукалывание, как правило, делается курсом. Курс – это не меньше 10 раз. Сеанс длится 90 минут. Доктор ставит иголочки сначала на заднюю поверхность тела, это примерно 45 минут происходит. Потом человек переворачивается и на переднюю поверхность тела иголочки. Ну что же, попробуем массаж на себе. Проходите, пожалуйста, доктор вас ждёт. Спасибо. Салон Чаньшо в Твери гордится своими мастерами. Все они прошли обучение китайскому массажу и традиционной китайской медицине в лучших учебных заведениях Китая, а также имеют большой опыт работы по специальности у себя на родине. Проверила на себе, рекомендую медицинский центр Чаньшо. Тем более у них есть приятные бонусы. В салоне Чаньшо действует акция «Знакомство с мастером». Массаж стоит всего лишь 1000 рублей. За эту сумму можно сделать любой массаж длительностью до 60 минут. Ещё одна акция порадует пенсионеров. Специально для них любой вид часового массажа с 10 утра до часу дня будет стоить всего 1000 рублей. Приходите в наш центр китайского массажа, мы будем рады вас видеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова